а вот сейчас почему-то вы сейчас что-нибудь видите нет потолок а вот сюда теперь произошло отлично, очень хорошо ну хорошо, вот значит это то место где мы с вами остановились в прошлый раз хорошо, значит сегодня я хочу обсудить вот такую тему, которая тут вот написана внизу и значит коротко сказать, что это просачивание задача просачивания она конструктивна вот а что это точно говоря значит значит ну вот давайте сначала 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 пожалуй я скажу некоторые утверждения а потом а потом я объясню почему это утверждение значит почему можно сказать что просачивание конструктивно значит вот вот так сначала введем такое обозначение вот ноль такая двойная стрелочка х ноль это начало координата х это точка а с это некоторое множество на решетке на нашей решетке вот ну если такой такой значок который мы раньше использовали ну вот так можно писать или или так что из нуля может дойти в х ну это понятно что значит это у нас есть значит множество открытых ребер таких что по ним можно добраться из нуля до х а если мы пишем ноль стрелочка х а наверху пишем букву с большое ну это значит ну легко догадаться что это значит что можно добраться от нуля до х по множеству с понятно да ну то есть разрешается ну это уже тут надо договориться как то ли надо разрешать вершины которые только в с то ли ребра которые попали в с ну в общем вот ну это такая это очень понятное значит обозначение просто можно использовать значит из нуля можно идти в х но только вот пользуясь множеством с очень хорошо и вот теперь с каждым конечным множеством с который содержит наше начало точку ноль давайте свяжем такую вот функцию вот она здесь написана нужно взять сумму по по границе этого множества с граница это вот такие пары ближайших соседей точки х и у на решетке такие что х значит принадлежит с а у не принадлежит с это такие вот ребра один конец которых лежит в с а другой не лежит и вот это это множество ребра называется граница множества с очень хорошо ну вот и значит мы теперь для каждого такого для каждого для каждого такого граничного ребра посчитаем вероятность того что можно из нуля добраться в точку х по множеству с и все эти вероятности сложим вдоль границы ну даже вдоль всех границ сложим это по всем граничным ребрам которые входят в множество ds и еще умножим эту сумму еще умножим на p на нашу вероятность просачивания вероятность того что индивидуальное ребро открыто отлично вот и и вот эта функция ну чтобы ее посчитать нужно проделать конечное число вычислений правда конечное множество всего то значит в конечном множестве есть конечное число конфигураций которые могут возникнуть у каждой есть вероятность легко считаемая ну и вот можно посчитать поэтому вероятность вот эта вот вероятность которая тут написана можно посчитать и можно потом взять сумму по всем этим x, y и вот получится число, которое обозначается φp от s. Чтобы его определить, это значит нужно проделать конечные вычисления. И чем эта функция φp от s замечательна? Вот сейчас будет это сказано. Значит, имеет место теорема из двух частей. Сегодня мы обсудим, я думаю, только ее половину. Теорема состоит в том, что если можно найти какое-нибудь s, такое, что вот эта функция φp от s меньше единички, то, так сказать, в нашей системе имеется экспоненциальное убывание связности. Точно говоря, это значит следующее. Вот давайте введем такую функцию θn от p. У нас θ от p это, если вы помните, вероятность того, что можно из нуля уйти в бесконечность. А θn от p это будет вероятность того, что вот у нас есть квадратик со стороной 2n. Есть точка 0. Ну и вы уже, наверное, догадались, что это вероятность того, что можно 0 соединить с границей этого квадрата. Вот это определение величины θn от p. Вот. И это определение состоит в том, что если для какого-то s φp от s меньше единицы, то тогда вот эта вероятность, она экспоненциально убывает. Это меньше или равно, чем некоторые экспоненты. Ну вот тут стоится, значит, минус n. Ну и некоторая константа c, которая зависит от этого p, от нашего p. c от p какая-то. Существует такая c от p положительная. Что вероятность вот дойти до границы квадрата, ну вот, значит, экспоненциально убывает. То есть не только что. Ну, отсюда следует, что бесконечных кластеров, в частности, нет. И отсюда следует, конечно, что из нуля нельзя дойти до бесконечности тоже. Вот. И видите, для того, чтобы в этом убедиться, вот нужно пытаться найти такой вот s. Вот. Ну, хорошо. Так что вот если мы такой s, если нам такой s найти удалось, то все, мы знаем, что уже просачивания при данном p нету. Вот. А если мы взяли там какие-то, сколько-то s первых маленьких множеств, значит, ну, посчитали вот это φp от s, это, так сказать, конечное вычисление, но его сложность, конечно, растет с множеством s. Ну, так вот если у нас все время получается больше единицы, то тогда, конечно, мы из ничего сказать не можем. Потому что, может, надо, может, может, всегда быть, сейчас, знаете, я, наверное, скажу, вторая половина. Да, да, есть еще вторая половина этой теории. Пожалуй, лучше я сначала ее произнесу. Да, второе утверждение, значит, давайте тут напишем 1, тут 2. Второе утверждение состоит вот в том, что если для всех s, если есть какое-то значение p0, что для всех s, φ от p0 и от s больше или равно единице, то это еще не значит, что уже для π0 есть просачивание. Но это значит, что для всех π, которые больше вот этого π0, уже вероятность того, что 0 можно соединить с бесконечностью, это вот вероятность положительная. Значит, если при всех s, φp от s меньше единицы, то есть экспоненциальное убывание. Сейчас, если для какого-то s, φp от s меньше единицы, то, значит, есть экспоненциальное убывание вот этих связностей. А если для всех s и при каком-то π0 все φp от s больше или равно единицы для всех s, тогда если взять какое-нибудь π, сколько угодно, чуть-чуть больше, чем π0, то тогда θ от π уже будет, значит, больше нуля. А чему равно θ от π0, это значит, пока мы не знаем. Это сложный вопрос. Может быть, на него ответ да, может быть, нет. Это мы, значит, обсудим позже. Вот. Но во всяком случае, вот это вот место, где, начиная с которого вот эта функция φ и 0 от s равняется, уже всюду больше или равно единице, это, в общем, такая важная точка. Мы про это поговорим больше потом. Вот. Почему я говорю, что вот это значит, вот когда у нас есть такое правило, которое позволяет… Вот, значит, вот у нас… Теперь, смотри, теперь у нас есть такая задача. Мы хотели бы узнать, мы хотели бы определить вот такое критическое значение p, начиная с которого начинается просачивание. И вот мы, ну вот мы можем… Как мы можем действовать? Значит, вот мы можем взять… Вот есть множество p меньших, чем p… Представим себе, что мы p критическое не знаем. Вот. И есть у нас… И, конечно, есть множество p меньших p критических и p больших p критических. И мы вот хотели… Ну и вот первая часть этой теоремы в каком-то смысле позволяет нам перечислить все вот эти значения p, которые меньше p критического. Ну, значит, строго говоря, нужно сказать, так сказать, тут… Это бесконечно… Это континуальное множество, поэтому про него нехорошо так говорить. Ну, надо взять там рациональные точки. Значит, множество называется перечислимым, если, значит, для каждой его точки есть алгоритм, который проверяет то, что оно в нашем множестве лежит за конечное время. Вот. И вот в этом смысле множество тех p, при которых просачивания нет, оно перечислимо. Есть алгоритм такой, что если возьмете какое-то значение p, если оно меньше критического, вы запускаете алгоритм, и рано или поздно он остановится. Он, значит… Алгоритм будет состоять в том, что вы проверяете все больше и больше множества s. Ну, если ваше p еще не критическое, то вы рано или поздно найдете такое s, у которого φp от s меньше единиц. Ну, а если вам не повезло, и вы взяли p, который больше по критическому, то ваш алгоритм никогда не остановится. Ну, вот это вот и значит, что наше множество тех значений p, которые меньше критического, оно перечислимо вот в этом смысле, что факт того, что p меньше по критическому, можно проверить за конечное число вычислений. Вот, ну, такое приятное обстоятельство. Я не говорю, что таким образом люди действуют, когда ищут критическое значение. Ну, во всяком случае, вот эта теорема, она вот это понятие… Значит, это понятие перечислимости иллюстрирует. Вот. Хорошо. Давайте я попробую объяснить, как увидеть, что если для какого-нибудь s p, p от s меньше единицы, то тогда мы, значит, то тогда вот есть вот это экспоненциальное убывание вот этой функции тета n от p. А, да, значит, да, да. Ну, значит, да, ну, тут я немножко… Ну, давайте бы же, мы, может, действительно так и сделаем. Это пусть потом. Да. Давайте тогда то, что я хотел сказать тут раньше, это мы действительно скажем потом. а сначала… а сначала… вот, а сначала… вот для доказательства вот этой теоремы, только для доказательства первой части той теоремы, которую вот я сформулировал сейчас, вот нам понадобится вот такое вот неравенство, которое вы тут видите. вот в чем у нас и стоит. Вот смотрите. Бусть у нас есть точка 0 и точка x, и есть множество s. И конечное множество s, и точка 0 лежит в s. Вот это s. Вот, а точка x в s не лежит. Ну, и поэтому ясное дело, что всякий путь, который идет из нуля в s, он где-то там границу этого s должен пересечь. Правда ведь? И вот оказывается, что есть такое неравенство, что вероятность того, что 0 соединен с x меньше или равна, чем сумма по точкам в границе множества x. Сейчас вы видите множество x, множество границ, это множество точек. Точки имеются в виду вот такие вот точки на внутренней границе. Вот это и вот эти разные y. Значит, вероятность того, что точка 0 соединена с точкой y не просто соединена, а соединена по множеству s, но вероятность того, что точка y соединена с x. Какая-то формула Байса, что ли? Вы знаете, ну, это похоже на нее, но, ну, так сказать, она ею навеяна. Да, ну, как-то так вот хочется сказать, что, ну, понимаете, понимаете, ведь в эту формулу вносят вклад и такие события, которые, ну, может быть, связь 0 с x такая, что она сразу проходит через точку y1 и через точку y2. Ну, да. А на множество s вообще никаких условий есть? А вдруг это множество s, оно там где-то в дне нуля? Нет-нет, оно нам, конечно, нужно. Я это сказал, видите, тут нарисовано. Ноль лежит в s, иначе, конечно, не получится. Нет-нет, это вот именно вот так. Ноль лежит в s, а точка x не лежит в s. Ну, и тогда, так сказать, ну, так если наивно думать, что есть какие-то пути, которые там из нуля в x идут, эти пути где-то там границу пересекают, значит, вот надо до границы дойти, а потом из границы нужно дойти дальше до x. Ну, и, казалось бы, на первый взгляд, это как-то должно быть так вот просто доказываться. Ну, так сказать, а на самом деле и просто, и непросто. Вот смотрите, дело в чем. Вот, ну, как бы вот можно было действовать. Значит, ну, хорошо. Вот у нас есть начало координат. Вот у нас точка наша x. Ну, вот мы пошли туда. И вот мы пошли, пошли, и дошли до точки y. А потом, представь себе, мы вот так вот потом пошли еще назад, и потом уже вот так вот пошли. Понимаете? Ну, тут же мы уже не можем сказать, вот если вот так дело повернулось. Вот мы сначала дошли до y. Ну, вот какая-то есть вероятность этого. А потом мы еще пошли еще сюда. Мы же вот этот кусочек два раза посчитали. Так что это не годится как-то. В общем, как-то не так вот надо действовать. Надо бы, конечно, тогда этот вот y не считать, а вот этот вот взять. Вот этот вот y' который вот мы, вот мы дошли до y', а вот это потом уже, так сказать, кошерным образом вы пошли, вышли и пошли в x. Видите? Так что, ну, вот, в общем, на первый взгляд очевидно, а на второй взгляд, так сказать, несколько менее очевидно. Но все-таки это верно. И вот сейчас я вам скажу доказательства этого. чтобы все получилось честно, нужно сказать так. Вот давайте, ну вот действительно, пусть вот у нас произошло событие, что 0 соединился с x. Хорошо. А давайте мы рассмотрим такую величину, такой, видим объект c. Что это такое c? Это кластер точке 0 в множестве s. Ну вот на этой картинке, давайте я ее даже еще немножко как-нибудь так вот. Это вот открытые наши ребра. А значит, кластером 0 в s будет, ну вот как раз вот это вот множество, вот оно и будет. Вот это вот эти вот красники, которые тут внутри этой тонкой линии, вот это вот и есть c. Очень хорошо. А теперь мы заметим вот что. Что если произошло соединение 0 с x, и кроме того мы знаем, что кластер 0 в c – это некоторое множество c, и кроме того, если мы знаем, что кластер 0 в c – это вот, значит, это вот множество c большое, то тогда что же мы можем сказать? Что в этом случае, когда 0 соединен с x, а c – это кластер 0, то тогда мы можем сказать, что вот что произошло. Что, во-первых, 0 соединился с какой-то точкой y, которая лежит на границе s, и которая принадлежит этому кластеру c. А кроме того, мы можем сказать, что y соединился с x, и соединился он уже, используя дополнение к кластеру c. вот, понимаете, вот, то есть, вот, видите, вот этот вот, вот этот вот, вот этот вот y, вот этот вот y, он соединился с x, но он использовал кластер c частично, а вот этот другой y, вот он уже хороший, он уже, он тоже, он тоже лежит в кластере точки 0, но он уже соединим с точкой x вне кластера c. А если мы как-то вот вышли за границу, а потом внутрь вернулись и снова вышли в x? Вышли в... Ну, давайте. А это... А это... Значит, ну... Это ничего. Вы хотите сказать, что где будет вот такая у нас картинка, да? Вот y, пошел, пошел, потом зашел, и уже потом пришел в x. Вот это вы хотите, да? Правильно я понял? Это ничего. Это нашим правилам... Это нам ничего, потому что мы только хотим, чтобы связь y со штрихом, с x не использовала кластер c. Так что это разрешается. А, ну да, это же не дополнение s, это дополнение c. Это дополнение c. Это дополнение c. Вот именно, именно, да. Так что вот. Значит, чтобы вот это вот... Чтобы это событие посчитать, мы давайте скажем так, что... Так сказать, банальную формулу напишем, что вероятность... p0 соединяется с x. Это, конечно же, то же самое, что сумма по всем кластерам нуля. Вероятность чего? Вероятность того же самого p, то же, что 0 соединяется с x. А кроме того, вот имеется этот самый кластер. Вот это формула полной вероятности, правда? Так сказать. Мы тут написали все возможности, какие только могут быть. Хорошо. Вот. А теперь мы скажем так, что вот это... Значит, тогда вероятность такого события, что 0 соединен с x. Мы теперь ее напишем вот так. Это меньше или равно, чем сумма по... граничным этим самым вершинам. y лежит в границе s. Чего? Вероятность... Сейчас у меня тут не унесли. Вероятность трех событий. Значит, во-первых, что произошел кластер c. Вот этот самый. Кроме того, вот сюда, здесь я продолжаю. Еще другое произошло, что нолик соединился с y по вот этому c. И еще третье событие, что y соединился с x по дополнению к c. Вот. Мы же договорились, что если ноль соединяется... Если нолик соединен с x, и мы возьмем кластер нолика, то тогда мы всегда можем найти в этом кластере такую точку y на границе, что x соединен с y по кластеру. Плохо сказал, что ноль соединен с y по кластерам, а y соединен с c вне кластера. Вот это тут и сказано. Очень хорошо. Вот такой факт. Ну, замечательно. А теперь самый, так сказать, главный фокус. Вот он, в чем состоит. Смотрите. Видите, вот это событие, которое тут стоит. Произошел кластер c. Значит, вот такой кластер нуля в множестве s. Нолик соединен с y в кластере c, а y соединен с x вне c. Так вот, эти вот два события, что нолик соединен с y в c, а y соединен с x вне c, это события независимые, потому что они относятся к разным, так сказать, ребрам. Поэтому у нас просачивание независимое, у нас разные ребра независимы. Поэтому можно сказать, что вот эта вероятность, которая у нас тут стоит, ну, это та же самая сумма. Вот я тут, вот я сделал ошибку, тут еще надо было суммирование по c оставить. Значит, суммирование по c, суммирование по y границы s. И тут мы напишем так, вероятность p, c и нолик соединен с y по c на вероятность того, что y соединен с x по дополнению к c. Вот. Видите? Вот здесь мы воспользовались тем фактом, что эти два события, которые тут значит происходят, вот это первый, который стоит из c и того, что ноль соединен с y по c и второе событие, что y соединен по дополнению к c с x эти два события относятся к разным множествам, а поэтому вероятность их произведения равна произведению вероятности. Так у наших просачивания устроено. Ну, все, а теперь уже мы почти что уцели, потому что вот эта вероятность, вот эта, это, конечно, меньше или равно, чем вероятность того, что просто y соединен с x, правда, если уж он соединен по какому-то вот этому кластеру, то он и просто соединен. Поэтому вот этот вот множитель можно вынести за знак суммирования, и что же у нас останется? сумма по c, сумма по y по границе, ну, что вот есть кластер, что кластер c – это кластер нуля, и что нолик соединен по этому кластеру с y. великам. Ну, вот эта оставшаяся сумма… А, вот тут есть такая кнопка сейчас… сейчас… получилась. Вот. Да, вот это вот. напишем оставшаяся сумма по c и по y принадлежит границе s вероятность p от вероятность чего, что x соединен… простите, ноль соединен с y ноль соединен с y по c и еще c ну, это просто то же самое, конечно, что просто вероятность того, что… это вероятность того, что да, что ноль соединен с y по s правильно, вот мы писали все возможные кластеры, какими… … … с суммирования y по t с… сейчас… правильно, да, вы правы, да, да, это сотрем, правильно, да, правильно, да, 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 вот это, вот эту штуку я вынес, вот этот вот множитель, вот этот, вот этот вот множитель, это то же самое, что y соединенной с x, вы правы, это теперь от c не зависит, теперь можно просуммировать по c только, когда мы просуммируем по c, у нас получится вот ровно то, что мы хотим, правда, вот, где это, вот это, суммирование по y и не должно исчезнуть, мы не хотим, чтобы оно осталось, оно и нас, она у нас и есть, значит, в нашем утверждении, очень хорошо, значит, вот, вот так доказывается это, значит, неравенство замечательное, вот, и, ну, вот, оно, ну, так сказать, на первый взгляд кажется очень простым, но, все-таки, вот оно, ну, в нем есть некая тонкость, и это часто встречается в просачивании, вот, нужно очень внимательно следить, чтобы, вот, так сказать, вот, что событие, вероятность события, вы говорите, что это вероятность произведения двух событий, ну, надо очень, очень строго следить за тем, чтобы это в самом деле были независимые события, вот, значит, ну, вот, то, что я сейчас рассказал вам, и вообще большая часть того, что я рассказывал про просачивание, содержится вот в этом припринте, который, вот тут я написал ссылку, ну, вот, полезно будет, чтобы вы посмотрели, что об этом неравенстве написано в этом припринте, замечательном, мне кажется, что там некоторые или опечатка, или неточность, в общем, вот, посмотрите, и попробуйте осознать, а точно ли вы поняли все, что я тут сказал, потому что, ну, это так сказать, я бы сказал, что простота этого неравенства и доказательства, так сказать, может быть, обманчивая, и нужно внимательно просмотреть тут все детали, вот, посмотрите, что там написано, будет, по-моему, очень полезно, ну, хорошо, да, вот, теперь, значит, зная это, можно доказать теперь вот то утверждение, которое я обещал раньше, утверждение состоит в том, что вероятность, значит, если мы можем найти какое-нибудь одно множество s, для которого функция φp от s меньше единиц, то тогда вот эта функция θn от π, которая есть вероятность того, что можно добраться из нуля до до границы этого вот квадратика, что вот эта функция экспоненциально убывает, то есть, что это меньше или равно, чем экспонента минус какая-то константа на n. Хорошо. Как же это увидеть, если нам удалось найти вот это множество s? сейчас я вам это скажу. Вот как мы сделаем. Ну, давайте нарисуем наше множество s. Вот у нас нолик. да, вот есть нолик, и вот есть множество s, вот это множество s, для которого верно, неравенство, что φp от s меньше единицы. Очень хорошо. Давайте мы сделаем вот что. Давайте нарисуем, найдем какой-нибудь квадратик л-большой, который это множество s содержит. Ну, давай, вот, и обозначим его сторону l-большую. Вот. Хорошо. И давайте теперь мы оценим число вот какое. Мы оценим число θ это не для произвольного n, а для значения n, которое есть l умножить на какое-то число k. Вот. Вот. Очень хорошо. И мы воспользуемся вот этим неравенством, которое мы только что доказали. Что t tk l от π меньше или равно ну вот, значит, сейчас мы напишем. Да, вот у нас есть это наше большое множество размера размера k умножить на l. Вот у нас наше множество, наше маленькое множество s. Ну вот мы используем наше неравенство. Мы знаем, что вот эта штука меньше или равна, чем сумма по x и y, которые лежат в границе нашего множества s. Вот наше множество s. и тут у нас стоит вероятность p со значком p дойти от нуля до точки x. а потом и если у нас есть такая связь, значит, мы дойдем до точки в общем, мы используем то наше неравенство. Потом мы из точки x должны перейти в точку y в соседнюю. Как раз за это мы и заплатим здесь букву p. Вот. А потом мы еще должны прийти из точки y вот туда на границу. Из y мы хотим дойти до границы вот этой вот коробки лямбда к l. Вот. Ну вот, значит, сейчас мы воспользуемся неравенством, которое мы только что доказали. Чтобы дойти из точки 0 в какую-то точку границы большого множества к l, мы должны, мы можем сделать два шага. Сначала дойти до границы точки s, потом границу пересечь, сделать шажок единичный, и потом из этой точки, которая здесь получилась, уже дальше идти до k l. Очень хорошо. Но теперь заметьте, что вот это вот число, вероятность из y дойти до границы k l, оно уж явно, мы так определили наше число l, что вот эта вот штука меньше или равна тета со значком k минус 1 l. Правильно ведь потому что в этой точке y до границы множества k l уж никак не меньше, чем расстояние l помножить на k без единицы. Понятно? По-другому сказать можно... А l это чего еще раз тогда? l, вот смотрите, вот тут в левом углу вот l вот оно тут стоит. Мы взяли нарисовали квадратный ящик со стороной l, который содержит наше множество s. Вам видно, да? В левом нижнем углу написано. Такой минимальный l, что ли? Минимальный, да, да. Ну да, экономно, конечно, надо действовать. Будем, значит, экономить. Возьмем самый маленький l, для которого это вот верно. Хорошо. Ну вот. Ну так вот, тогда, если мы возьмем коробку размера k l, то тогда, значит, ну вот, да, собственно, вот этот l можно тут нарисовать. Он где-то вот тут он стоит. Вот. Это размер l. Ну вот. А y это вот здесь он стоит. Вот этот y. Ну вот. Значит, если мы возьмем и вокруг y нарисуем квадрат со стороной k без единицы l, то он он весь поместится внутри коробки размера k l. Правда, ведь? Ну вот. Стало быть, вот это вот число, которое у нас тут стоит, оно меньше или равно, чем t с значком k без единицы умножить на l. Ну вот у нас и получилось. Итого у нас получилось вот это самое φ со значком π от s на тета k без единицы l. Ну вот. А мы предположили, что φ π от s меньше единицы. Ну вот и получилось. Видите, значит, вот так вот мы идем туда границы и на каждом шагу зарабатываем множитель меньше единички. Вот, значит, вот так это доказывается. Понятно, да? Хорошо. Так. Хорошо. Значит, это вот мы доказали первую половину вот той теоремы, которую я обещал и которая состоит в том, что если для какого-то есть это число эти числа меньше единички, если для какого-то s это число меньше единички, то тогда у нас есть экспоненциальное бывание корреляции. Ну, вторая часть этой теоремы так несколько более изощренная и сегодня мы не успеем, не успею я вам рассказать все доказательства, но я докажу начало, расскажу начало. Да, это доказательство, оно изощренное, но удивительно, что, так сказать, в нем почти что ничего не используется, кроме тождества. Вот, и сегодня я вам расскажу одно тождество, которое используется в доказательстве, и вот оно называется тождество Маргулиса Русса. Маргулис, это вот, может быть, вы знаете, есть такой математик, он работал сколько-то лет до России, потом уехал. В Америку он получил философскую премию Григорий Маргулис, это вот этот самый Маргулис. Он сколько-то лет работал в Институте проблем передачи информации, еще при советской власти, вот, а там ему нужно было заниматься, как раз, он вообще-то философскую премию получил по за теорию арифметических подгрупп, непрерывных групп, вот, но в Институте проблем передачи информации он должен был заниматься так, сетями разными, и там теорией вероятностей, и в частности, вот он нашел вот это неравенство, замечательное, это торжество, которое вот тут написано, и оно очень простое, если, значит, разобраться, ну вот, он и разобрался первым. Значит, ну, надо, значит, объяснить, о чем тут речь. Значит, вот смотрите, значит, во-первых, вот возьмем какое-нибудь событие, которое является возрастающим, а вы помните, что это значит, да? Возрастающие события, это такое... Вы очень напомнили. Я напомню, конечно, да, с удовольствием. Возрастающие события, это вот что такое. Ну вот, вот мы, значит, уже выбросили какие-то ребра, и видим, событие А произошло. Оно называется возрастающим, если мы еще добавим открытые ребра, то оно уже, то тогда оно, значит, по-прежнему произошло. Вот, значит, если событие возрастающее, если из того, что оно произошло, оно имеет место при какой-то реализации, а мы к реализации добавили еще открытых ребер, то тогда оно тем более произошло. Ну, например, если событие такое точка Х соединена с точкой У, если уж оно произошло, а мы добавили еще ребер открытых, то, конечно, оно по-прежнему происходит. Такое событие называется возрастающим. Например, событие есть бесконечный кластер. Если добавить еще ребер, конечно, бесконечный кластер от этого только еще больше станет. А там какая-то формулировка через характеристические функции была. Да, да. Она такая, тогда, чтобы сказать через характеристические функции, нужно сказать сначала через просто, тогда уже лучше сказать про просто функции. пусть у нас вот есть значит омеги это вот наши омега это вот эти вот числа омега Е, которые говорят нам про каждое ребро Е открыто оно или замкнуто. Значит, замкнутый нолик, открыто это один. Вот. И у нас есть частичный порядок на омега. Мы знаем, что такое, когда омега больше сейчас лучше в другой сторону писать. омега меньше ли равно омега штрих. Это когда мы говорим, тогда и только тогда, когда для любого ребра Е омега Е меньше ли равно омега штрих Е. Омега принимает значение. тут я напишу 0 1. Вот. Значит, вот у нас есть такой частичный порядок на наших конфигурациях, а функция называется возрастающей. Функция F возрастающая. Если и только если для любых омега штрих больше ли равных омега мы имеем F от омега штрих больше равно F от омега. Вот. Ну и, наконец, множество называется возрастающим, если его индикатор является возрастающей функцией. Да, понятно. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спрашивайте, не стесняйтесь, потому что тут не так много народу, никого вы этим не стесните. Вот. очень хорошо. Значит, вот возрастающие события. Значит, вот давайте пусть А какое-то возрастающее событие. Ну, как вы помните, значит, если А возрастающие события, а мы посмотрим на такую функцию P со значком P от А, как функцию буквы P. Ну, так это это значит функция возрастающей по P. И мы это даже у нас это есть ну, какой-то лекции я это написал, и так что это у вас должно быть. Ну, или в записках ваших, или там в фильме, который можно посмотреть. Ну, хорошо. Так, если она возрастающая, там можно думать, что ее производная по P она положительна. И это в самом деле так. Производная функции P P от А положительна. Заметьте, кстати говоря, что если значит А конечное множество, то это P с язычком P от А, ну, это просто какой-то там многочлен, так что, конечно, он P. Вот. Так вот, эта производная у этого многочлена, она положительна, и не просто она положительна, она имеет некоторый, так сказать, геометрический смысл, вероятностный смысл. Это есть сумма вероятности некоторых событий. Вот. Значит, эти события связаны с ребрами нашей решетки. И вот нашему событию А и всякому ребру Е можно сопоставить такое событие, что ребро Е является пивотальным ребром для А. Что значит слово ребро Е является, что это за событие такое, при котором ребро Е является пивотальным для А? Вот это я сейчас объясню. Вот смотрите. представим себе вот такую ситуацию. Вот у нас есть точка 0 и у нас есть точка x и вот тут такой нарисуем множество и вот идут вот такие вот у нас есть пути так вот они идут, но они нигде не доходят до границы множества нашего s можно его снова буквой s обозначить вот и из точки x тоже идут пути тоже вот они сюда идут вот 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 и представим себе вот и вот смотрите вот вот как тут нарисовано нолик с x не связан но для связи нолик с x не хватает только одного ребра вот вот этого ребра e вот ситуация такая что значит что в e происходит мы не знаем но ситуация такая что если e закрыто то нолик не связан с x а если e открыто то нолик уже связан с x в этой ситуации мы говорим что вот картинка которая тут нарисована это та картинка при котором ребра e пивотально для этого события ноль связан с x еще раз повторю значит мы говорим что что это за событие такое при котором e является пивотальным для a это такие события вне ребра e это такие конфигурации вне ребра e что если e у нас закрыто то событие а не происходит а если e открыто то событие а начинает происходить вот это определение это чтобы знать значит событие является ли чтобы знать ребро e является ли пивотальным для a как раз не нужно знать что происходит на ребре e его так сказать надо стереть закрыть руками иск и проверить правда ли что если e отсутствует то a не происходит а если e добавить то a начнет происходить и вот если ситуация такая тогда мы говорим что произошло то для чего e является пивотальным ребром сейчас но при этом можно говорить что если e добавить то событие а технически может и не происходить нет нет именно да происходит а вот так вот именно так да 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 что если e убрать то а не происходит а если e добавить то а да происходит вот как на этой картинке на этой картинке ну вот так надо понимать что никаких ребер которые идут через границу s нету и поэтому вот то ребро которое тут оно значит оно иллюстрирует то что вот эта вот картинка вся остальная она она является она вместе с этим ребром e показывает что вот то что нарисовано черненьким это вот есть то событие которое относится к пивотальности e это то значит это это такие конфигурации когда e является ну вот так сказать от e все зависит если e сработает то происходит событие и а а если e не сработает то они происходят вот значком пив e от а обозначает такое событие такое же как а кроме ребра е да ну не совсем так смотрите вот вот то что тут нарисовано тут можно говорить что событие а которое меня интересует это что нолик соединен с x вот пусть нолик соединен с x вот это то событие которое меня интересует а то что здесь нарисовано черненьким вот эти вот все пути вот они есть одна из возможных точек множества Это пив Е. Это та конфигурация, которая… Это следующая конфигурация. Если к ней добавите ребро Е открытым, то тогда событие А происходит, а если закрыть ребро Е, то событие А не происходит. Вот. То есть, переговаривая по-другому, это множество тех событий, которым если добавить Е, то они будут лежать в А, а если в них нет Е, тогда они не лежат в А. Да-да-да. Это два. Значит, у того, что лежит в Пив Е от А, есть два свойства. Если Е закрыто, то тогда А не происходит, а если Е открыто, то тогда Да происходит. Понятно. Да. Вот хорошо. Ну вот, значит, вот это тождество. Но если уж вам кто-то скажет, что перед вами тождество, то уж, наверное, вы его докажете. Это с тождествами проблема в том, чтобы придумать его трудно. Уж если вам сказали, что что-то там является тождеством, так уж, наверное, всякий, так сказать, придумать может не всякий тождество, а доказать может уже более-менее любой человек. Ну, давайте, значит, попробуем в этом убедиться. Очень хорошо. Значит, надо производное посчитать. Ну, что такое производное, мы знаем. Это нужно взять приращение вероятности Пи со значком П плюс дельта П от А и отнять Пи П от А и разделить на дельта П и потом перейти к пределу, когда дельта П стремится к ноль. Это вот и будет производное. Очень хорошо. Хорошо. А мы напишем так, что вероятность Пи П от А Ну, это, конечно же, просто сумма П омега вероятность вероятность от омега П от омега на индикатор А от омега. Правильно? Это, конечно, очевидно. Ну, и напишем то же самое для Пи П плюс дельта П от А Это есть тоже сумма по омегу Давайте напишем омега штрих Сейчас вы догадаетесь, почему П П плюс дельта П от омега штрих омега и А от омега штрих Очень хорошо. Теперь надо разницу написать Очень хорошо. Разница Разность Она, конечно же, равна Ну, значит Я могу прямо вот так и написать Вот сейчас давайте я напишу формулу и тогда вы поймете, в чем состоит фокус Я сейчас тут напишу сумму по омега штрих и омега Индикатор А от омега штрих минус индикатор А от омега А здесь я напишу распределение вероятностей Сейчас я его напишу А потом напомню, что это такое П плюс дельта П запятая П от омега штрих омега Вот тут вот, значит Распределение вот это П с двумя значками Это склейка, которую мы там с вами несколько раз назад строили Это совместное распределение на парах омега и омега штрих Да еще вот к тому же такое что оно приписывает положительные вероятности тем парам, для которых значит, что оно сосредоточено сосредоточено на таких парах омега штрих омега таких, что омега штрих больше или равно омега Помните, да? Да Ну вот, так что я Ну, это равенство очевидно, правда? Потому что если я первые слагаемые возьму помножу на П омега штрих омега и просуммирую по омега как раз получится моя распределение вероятности П со значком с индексом П маленькая плюс дельта П, правильно? Я вот их так вот склеил как вот мы в тот раз Так, опять надо вставить тут место Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что-то замерло А, вот получилось Ну, хорошо Так, теперь вот хорошо Значит, вот мы должны вот эту сумму вычислять Дальше Дальше будет некоторый хендвейвинг Осталось сделать Значит, смотрите А когда же, собственно может вот в этой сумме возникнуть что-то не нулевое? Возникнуть это может только тогда, когда так как у нас событие А возрастает то как может так быть что индикатор А от омега-штрих минус индикатор А от омега больше нуля или тем самым равен единице Это значит, что мы о таком омеге говорим что индикатор А от омега индикатор А индикатор А от омега равен нулю а индикатор А от омега-штрих равен единичке Правда ведь? Только тогда эта скобка и будет значит положительно точнее сказать будет равна единице Ну, хорошо А давайте мы вспомним склейку о которой мы говорили Вот это у нас есть ребра наши Вот У нас там есть такая ось если вы помните Нет, ось это отрезочек от нуля до единицы Вот И значит у нас там было значение П И значение П-штрих немножко повыше Вот И дальше мы говорили вот мы должны взять точку случайно и бросать Правильно? Если вот у нас точка попадет ниже П тогда мы говорим что на вот этом первом ребре вот мы тогда этому ребру приписываем единичку и в конфигурации омега приписываем единичку ну, прощу прощения нолик приписываем и в конфигурации омега приписываем нолик и в конфигурации омега-штрих приписываем нолик Значит вот если так выпало то тогда Omeg равняется Omeg штрих, равняется 0. Если вот так вот выпало, то тогда мы скажем здесь, помните, Омега на этом ребре и равняется Omeg штрих и равняется 1. А вот если выпадет вот так промежуточным образом, то тогда мы скажем, что у нас Omeg штрих равняется 1, а Омега равняется 0. помните да понятно то что я сказал вот ну очень хорошо значит получается что вот это вот разница вот то что мы собираемся интегрировать она это вот самое ну я вот когда я говорю слово интегрировать я имею ввиду считать вот эту вот сумму ну сумма по вот этой мере ну вот я ее называю интегралом когда вот мы собираемся интегрировать то какие же события на каких же событиях наше под интегральное выражение отлично от нуля это вот это вот разница она не равна нулю а точнее сказать она равна единице тогда и только тогда когда вот эта точечка которую мы бросаем на каждый отрезок попадает вот этот малюсенький отрезочек между p штрих который равняется как раз у нас вы плюс дельта п как вы понимаете вот когда . попадает туда тогда вот и происходит то событие что значит что омега штрих равняется единички омега равняется нулю очень хорошо так теперь хорошо давайте давайте смотреть дальше давайте представим себе такую ситуацию когда ребро вот это самое вот это ребро и пусть она у нас пивотальная это что значит вот если эта точка если эта точка вот пивотальная это значит что это как раз вот и значит что в такой вот ситуации как тут нарисовано вот этот пивотальные для а значит у нас вне этого ребро е во всех других местах выпала такая ситуация что если мы е ребро откроем то а произойдет а если мы значит его закроем то они произойдет в этой ровной ситуации наше наше вот интегральное выражение равно единички правда вероятность этого события какова вероятность так такова что это это самая наша точка случайно должна попасть в этот вот отрезочек длины дельта п то есть вероятность этого дельта п бывает конечно и другие случаи когда вот эта вот разница может быть положительно представим себе например вот так дело устроено что вот 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 если вот вот это вот еще ребро у нас есть тоже вот можно конечно эти два ребра может так быть что вот если суда точка попадет суда точка попадет тогда а произойдет а если суда точка не попадет и сюда не попадет то они произойдет Но у такого события вероятность уже П квадрат. Правда ведь? Потому что надо, чтобы в двух местах эта точка попала в маленький квадратик, в маленький отрезочек. А физически рассуждая, то, что нас здесь интересует… Дельта П в квадрате. Дельта П в квадрате, да. Я говорил сюда, дельта П в квадрате, да. Значит, нас интересуют в этой сумме, конечно, не все члены, а только такие члены, у которых малость первопорядка, потому что мы же первопроизводную считаем. Ну вот. Ну так вот в эту сумму, значит, вклад первопорядка дают только такие омеги, для которых может указать ребро, для которого, относительно которого эти омеги являются пивотальными. Только тогда вот это вот интегральное выражение, которое тут у нас стоит, вот оно будет давать ненулевой вклад в эту вот сумму. То есть это будет давать вклад порядка дельта П. Вот доказательство. Понятно это доказательство? Или нужно что-то так яснее его выразить? Сейчас, ну может, только до конца как-то довесить. А уже, ну вот, значит, уже все, значит. Значит. Там вопрос такой, почему склейка ДП от омега-омега-штрих равна вероятности, ну вот, ДП? Сейчас. Ну я немножко не это сказал. А, значит. Значит, как устроено, ну, значит, я напоминаю вам, как устроено вот это вот распорядение вероятности. Значит, оно, значит, строится так. Мы берем отрезочки, и в каждой, единичные отрезочки у каждого ребра, и на каждый отрезочек бросаем равномерную точку. Если точка, еще у нас на каждом ребре стоит вот эта рисочка П и П-штрих. Если точка попала ниже П, то мы говорим, что у соответствующего эрера омега нолик стоит. А если точка попала выше П, то тогда мы говорим, что у омеги... Нет, сейчас я это говорю. Нет, я плохо скажу. Извините, начну сначала. Если точка попала ниже П, то мы говорим, что у нас ребро... Да, если... Сейчас как-то... Может быть, я плохо нарисовал. Сейчас, сейчас, сейчас что-то я не то говорю. Простите, а сейчас, секундочку. Как-то у меня ни в ту сторону не нравится получается. Сейчас, 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 сейчас... Сверхать в степле я хочу, чтобы у меня была единичка. Если точка у меня попала ниже отрезочка, ниже точки П, то тогда я говорю, что у меня события... Сейчас, тут правильно я нарисовал? Вот тут я неправильно нарисовал. Извините, пожалуйста. Значит, вот как... Если я хочу, что с вероятностью П у меня... Значит, ребро было открыто. И вот тут у меня как раз вот это событие произошло, которое происходит с вероятностью П. Значит, они оба равны единичке. Вот. Тут у меня произошло событие дополнительное. Тут надо написать, что равно нулю. А вот тут произошло событие такое, что, видите, в отрезочек П точка не попала, а в отрезочек П штрих точка попала. Поэтому тут написано правильно. Тут омега штрих равняет единичке, а омега равно нулю. Очень хорошо. Вот. Значит... Хорошо. Значит, теперь смотрите. Вот мы смотрим на эту формулу, которая у нас тут стоит. И мы хотим... Нас интересуют, конечно, только те члены, у которых вот эта вот разница отлична от нуля. Правда? Да. Вот. Хорошо. Что же это за члены, у которых разница отлична от нуля? Это те... Вот смотрите. Из этой вот картинки из этой картинки. Из этой картинки видно, что это только такие... Это только такие реализации. Ну, когда, значит, омега штрих отличается от омега в каких-то там местах, до каких-то ребрах. Ну, и сколько таких ребер? Это значит, в этих ребрах произошли события вот такого вот типа. и события... А вот одно такое событие происходит с вероятностью дельта П. Так что, если у нас в нескольких местах омега штрих отличается от омега, вероятность этого состоит в том, что в нескольких местах у нас наша точка попадет в этот маленький интервальчик. Значит, если интервальчиков несколько, то вероятность такого события будет, ну, дельта П в этой самой степени сколько у нас есть несколько интервальчиков. Правда? То есть, значит, такого рода вклады, которые соответствуют тому, что вот эта вот функция, которая здесь стоит, эта разница, она возникает из-за того, что в нескольких местах омега и омега штрих, если есть несколько ребер, где омега штрих больше, чем омега, то вероятность этого это дельта П в какой-то там степени больше, чем единица. Вот. Другими словами, те члены, которые в этой сумме, которые дают вклад порядка дельта П, это такие случаи, когда только одно из такое ребро, где маленькая точечка попала между П штрих и П и возникла такая ситуация, когда омега штрих в этом месте равняется единице, омега равно нулю, и вот, и, а что же это значит? Что при этом вот эта разница как раз равна единице. Это значит, что на омеге индикатор от А равен нулю, а на омеге штрих, который отличается от омеги в одном месте, индикатор от А равен единичке. Значит, вот это одно место, то ребро, которое стоит на этом месте, это есть пивотальное ребро для А, потому что мы конфигурацию омега в одном месте изменили, и событие А начало происходить, раз у нас индикатор А от омега штрих равен единичке, и индикатор А от омега равен нулю. Это и значит, это и значит, что мы говорим о такой паре омега штрих омега, ну вот они, омега штрих омега различаются на одном ребре. Ну, стало быть, вот это, то, что мы видим вне ребра, этого омеги, ну, если мы выкинем это ребро, то омега штрих совпадает с омегой, и это омега, и есть то, из чего и состоит это вот пивотальные события, связанные с ребром Е. Ну, а вот вероятность того, что происходит снаружи, это как раз таки есть вероятность ПИВ Е. Это самое, это, да, невероятность того, что происходит, а то, что снаружи, это конфигурация из ПИВ Е. Эта конфигурация из ПИВ Е, так что вот, ну, вот, вот, так что получилось, что мы вот вычислили, и эта сумма тем самым вычисляет, ну, так сказать, с точностью до множителя дельта П вот эту самой ПИВ Е. Вот. Конец. Доказательства. Ну, вот. Ну, надо так, может быть, надо. Ну, в общем, так сказать, тут мысль, мысль простая, что нужно в этой сумме найти те члены, которые имеют порядок, первый порядок малости под ЛТП, а потом понять, что, что же это за члены такие. Ну, вот, вы задумаетесь, и вы увидите, что это вот и есть это самое, вот это самое ПИВ Е. И надо потом по всем Е просуммировать. Вот. Ну, хорошо, давайте на этом-то на сегодня закончим. спасибо. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Хорошо, ну, будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok